Обязательно был зазор между формальными и неформальными полномочиями или формальными и неформальными институциями. Есть президент, который довольно слабая фигура в нашей Конституции, но сегодня он является единственным полномочным правителем. Он гигант среди карликов и по личным качествам, и потому, чего он добился за два года. Все остальные делают то, что он хочет. И вот было три символических, очень показательных акции за последние шесть месяцев, где было показано, что в стране один хозяин. Первое это в феврале, помните, когда он показал, что он кукловод в парламенте. Да, мы говорим, даем негативную оценку правительству, но нет, мы не прогоним премьера, только президент его потом уберет, договорится. Затем, да, я поставлю, как бы Запад не хотел сохранить баланс власти в Украине, нет, я добьюсь того, что я буду хозяин, и мой человек будет возглавлять Кабмин. И вот то, как парламент себя вел в этом Кабмине, как поменяли спикера, это было тоже показательно. Да, ну и сам спикер, да, вот слово, это человек говорящий. И Андрей Порубий при всем уважении, да, есть определенные вопросы к его навыкам и коммуникативным навыкам. И затем поведение парламента, спикера при назначении генпрокурора. Генпрокурор это важнейшая часть системы, ну вот на Западе бы сказали справедливости, в нашем случае системы несправедливости. И то, как все было сделано, да, это было яркое символическое действие, такого театра политического. Мы есть государство несправедливости, мы система, где право отсутствует, где конституция не работает, где политическая целесообразность и интерес одного лица будет воплощен в решение, принятое парламентом. Похоже, что вот та политическая система, которая выросла на руинах Советского Союза, она очень интересно использовала советские институты, вот поздний советский институт президента и советский институт Рады, вот особенного парламента, она приводит к воспроизводству системы несвободы и несправедливости советского периода. Иногда в более извращенных формах, ну, бытовая несправедливость в Украине гораздо выше, чем в советские времена. То есть хулигана можно было наказать в Советском Союзе, в Украине почти невозможно. Вот эти вещи, да, и как люди, посмотрите, откликнулись на реформу полиции. Вдруг впервые за 25 лет нам предложили, бросили кость элиты, что бытовую справедливость хотя бы где-то можно восстановить. Да, сейчас уже возникает такое отрезвление, немножко восстановилась она или нет, но это уже не проблема этой полиции, а проблема следствия, суда. Да, но элитам стоит обратить внимание на то, как украинцы откликнулись на эту реформу. Потому что, возможно, стоит все-таки гражданам Украины возвращать хоть немножко безопасности, возвращать ощущение комфорта жизни в стране. Это крайне важно. Ну вот почему это снова происходит? Ведь, казалось бы, Петр Порошенко, понятно, что он человек, который прошел много-много ступеней в Украине, в том числе в исполнительной власти. И он же видел, как уходил Янукович. Он понимал, как уходил он и его люди, как убегали члены его семьи. И казалось бы, что это должно было всем украинским политикам на всю жизнь стоять вот так вот, просто перед глазами, по крайней мере, те, кто это видел. Что происходит? Почему? Это фактически как харьковские эти соглашения продавливали, так и сейчас. Что такое? Почему? Что с ними случилось? Вы знаете, это не только украинский или даже постсоветский феномен. В недемократических, слабо институциализированных политических системах правители очень быстро попадают в ситуацию, для классических диктаторов характерно. Время протекает для диктаторов особенным образом. Они принимают решения так, как будто они пришли навечно. Вот никогда нету ощущения какого-то срока, термина, дедлайна, что вот мое правление ограничено. Как правило, этот инстинкт вечности возникает за год-полтора. И мне кажется, уже обращая внимание на постпомаранчевый период, на постевромайданный период, видно, что элиты помнят страх ровно 12-18 месяцев, а потом они теряют страх. Они снова начинают править так, как будто они навечно. И мне казалось, что Петр Порошенко самый образованный из всех украинских президентов, самый яркий, самый умный, самый деятельный. И мне казалось, что он не допустит этой ошибки, что этот инстинкт у него будет все-таки находить сопротивление в нем самом, в его рациональности. Но, кажется, не находит. Все-таки институция президента, кто бы туда не попал, вы или я, или присутствующий любой здесь в студии, мы бы через год-полтора начали действовать точно так же. Институт переламывает, перемалывает тот кадровый человеческий потенциал, который попадает на трон президента. Шапка Мономаха не просто тяжела, она, видимо, меняет что-то в извилинах и заставляет делать человека то, что нужно институту. Что ведет нас к заключению? Что, видимо, нам нужно вообще отказываться от этого позднесоветского института. Президентство в целом вы имеете в виду? Да. И нужно смотреть и принимать, выучить уроки Молдовы и Эстонии, две постсоветских страны, которые представляют вот эту парламентскую систему, где президент. В Молдове сложно. Молдова сложный, Эстония успешный пример. Ну и в Молдове интересно, что отсутствие такого полномочного президента позволило им и не вырастить олигархов. Вот эта поломка всей парламентской системы только сейчас произошла. Этот олигарх, который, по всей видимости, сбросят, он не может существовать. Он очень хочет быть таким же украинским олигархом, но не получается. Для него нет места ни в политической системе, ни в социально-экономической. И это то, это скорее наше влияние, или российское влияние на молдовское общество. И он будет выжат, сжит. Ему нет места. Он в большой проблеме, потому что его не поддерживает никто и нигде. И его счета, скорее всего, будут тоже отобраны. То есть он очень плохо заканчивает. Хотя тоже яркая личность, тоже интересная. Мои молдовские коллеги, которые сейчас анализируют его путь, очень часто мы сравниваем их с Коломойским. Кому-то очень интересно. Они во многом совпадают. И там же тоже есть дружеские отношения с господином Порошенко. То есть наш опыт влияет на наших соседей. Точно так же, как опыт Беларуси в свое время использовался для создания президентской администрации. Если у нас имитация парламента в Раде, то нам все равно нужен орган, где разные интересы политических и финансовых групп будут как-то совмещаться. И тогда возникла эта администрация президента. Первый, кто изобрел администрацию, как такой ЦК, как политбюро и как парламент, это был Лукашенко в конце 90-х. Да? Лукашенко разве изобрел? Администрацию президента как структуру? Как такую структуру, где совмещаются интересы. А я думала, это мы изобрели, там, врили они Декучми, нет? Нет, нет. Как раз мы уже, видимо, присматривались к этому опыту. У нас были немножко другие условия. Нам скорее нужно было создать место, где олигархи бы договаривались. Но мы чуть позже это все создали. Я даже знаю, что из России посылали... Учиться. Учиться, принимать опыт. Обсуждались определенные методы, которые в Минске возникали. Потому что в России президентская администрация это была патронажная служба президента. Охрана, реализация его интересов. Как бы очень вертикальная. А у Лукашенко она возникла как горизонтальная структура. И вот тоже в Казахстане, и в Украине присматривались к этому опыту и потом воспроизводили. Я даже сейчас помню, как один из украинских журналов делал опрос украинского общества в 99-м году. И внезапно президентская администрация оказалась самым влиятельным органом. Влиятельные президента, армии, СБУ и прочего. После этого вы должны были уволить главу президентской администрации. Я не помню, когда там произошла пересветка сейчас. Но точно АП оказалась очень важной структурой. То же самое в России. Сегодня АП это настоящий парламент, настоящая дума, это настоящее политбюро. А вот у нас в Украине сейчас. Что-что? У нас в Украине сейчас. У нас администрация президента немного изменилась. И вот, думаю, частью настоящей реально политической программы на этот год это доработка, возвращение всех нужных функций в президентской администрации. Наконец-то у нас есть какой-то новый элемент в политической программе. Да, вот такой настоящий реформ.